Здравствуйте! Это Дела, тележурнал о том, как тратить деньги с умом. И с вами я, Анастасия Петрусёва. Вот о чём говорим сегодня. Тут колбаса не колбаса, вино без алкоголя и шоколад, который не толстит. Надежда Сергеенкова устроила тур по модным магазинам здорового питания и сравнила цены на всё здоровое, органическое и обычное супермаркетовское. Девочки, это случилось. В Красноярске запустили приложение, где автомастера ставят диагноз машине по картинкам. Её опять продлили. Дачная амнистия будет действовать ещё полтора года. Расспросили гостя, какие документы нужны на баньку и забор. До Красноярска добрались двухбарабанные стиралки. Андрей Бабуридзе рассмотрел чудо техники и примерил её к обычной квартире. Это дела. Трать деньги с умом. В ритейле новый виток. Если раньше как грибы появлялись бургерные, то сейчас магазины здорового питания. Надежда Сергеенкова устроила тур по этим оазисам здоровья. Это чикен, то есть колбаса из типа курицы. А на самом деле? А на самом деле соя и пшеничный белок. Для вегетарианцев и не только. Магазины с приставкой ПП напоминают привычные супермаркеты. Те же продукты на полках, только всё натуральное и без вредных добавок. В эко-маркете можно купить растительный шоколад, заменители сахара, чаи как в упаковке, так и готовые напитки. Из прям топовых новинок это безалкогольное вино появилось. Люди, кто ведут здоровый образ жизни как раз. Это прекрасно, я считаю. Если вы, как и я, с правильным питанием на вы, то здесь, допустим, организован удобный дегустационный столик и можно кое-что из ассортимента попробовать. На вкус как трава. В продаже есть безглютеновая или безбелковая мука, ПП-смеси для выпечки, масла. Кокосовое – одно из популярных. На нём жарят, добавляют в смузи или кофе. Мой выбор в этом магазине – вот такие вот печеньки и батончики. Для перекусов на работе хорошо подойдёт. Кокосовая мука, из неё можно сделать сырники, мне посоветовали. Гранолу, просто я люблю, заливаешь йогуртом и вкусный завтрак. И мимо я никак не могла пройти вот этого, безалкогольного. А это более привычный магазин овощей и фруктов. Помимо свежей зелени можно запастись орехами и сухофруктами. От выбора глаза разбегаются, поэтому советуемся с продавцом. Какие сейчас бы посоветовали перед зимой запасаться витаминами? Самое полезное у нас считается курага чёрная. Она очень сладкая, очень вкусная, очень хорошо детям в кашу добавлять. Фрукатов тоже детям за место конференции. На выбор есть оливковое масло с разными добавками, консервированные маслины, оливки, персы. Всё везут из Европы. Уходим из магазина не с пустыми руками. Конечно же, орешки для мозга – это всегда нужно. Курага шоколадная, цукаты – это имбирь. Как раз поднимает иммунитет, то, что нужно к зиме вкусняшку себя побаловать. Ну и, конечно же, гранат, потому что гранат я просто люблю. В этом магазине, например, организована зона тейк-эвэй. То есть можно взять готовое полезное блюдо с собой на вынос. Или вот такие вот порционные вещи. Гранола, маффин протеиновый. Перекусы тоже могут быть полезными. И в ПП-маркетах большой выбор – безглютеновые снеки с рисовой или нутовой мукой. Или чипсы из овощей и фруктов. Здесь просто морковь. Морковные чипсы. Есть фасоль, рисок, рис, перцы. Есть сладкие. Делаются с помощью вакуумной сушки. И мой последний набор на сегодня – это натуральная арахисовая паста, джемби сахара, различные чипсы и снеки. И вот такое вот натуральное мороженое. Одна порция, кстати, стоит чуть больше 120 рублей. Еще я поняла, что питаться полезно – это совсем не дешево. А туроператоры заявили о новых направлениях. Авиаперевозчики тоже обещают новые рейсы. Андрей Бабуридзе собрал все предложения и готов рассказать, куда мы летим этой осенью и зимой. 23 октября после четырехлетнего перерыва открываются рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Напомним, они были отменены в 2015 году из-за роста курса доллара. Поэтому чаще всего красноярцы летали в Дубай через Москву. Теперь же самолеты из Красноярска будут отправляться туда раз в 10 дней. И несмотря на то, что до первого осеннего рейса в ОАЭ еще прилично времени, ценники понемногу начинают подниматься. Если месяц назад недельный тур стоил около 60 тысяч рублей, то сейчас туроператоры продают уже по 70 тысяч. Еще одно направление, которое у нас тут появляется, то исчезает – это Гоа. Тоже в октябре начинается полетная программа. Я не знаю, как она в этом году сработает, потому что Индию обычно прикрывают направление где-то в конце января. Вот до конца сезона не дотягиваем. Нету спроса такого. Но надеюсь, что в этом году, может быть, что-то будет и получше. Отдыхать в Индии, по прогнозам туроператоров, будем практически в два раза дешевле, чем в Эмиратах. А 35 тысяч рублей, правда, и комфорт там будет отличаться. Это недельный тур с гостиницей «Две и три звезды» без питания. А эта новость будет полезна для девушек-водителей. Удобные приложения для гаджетов разрабатывают красноярские автосервисы. В них можно не только записаться на ремонт или диагностику машины, но и задать вопрос механику в режиме онлайн. Автоприложение устанавливается на смартфон. Из удобных опций можно записаться на диагностику или ремонт автомобиля. Вы подробно описываете проблему, специалисты рассчитывают стоимость ремонта и необходимые детали. Также, пока машина находится в сервисе, можно наблюдать за ходом ремонта в режиме реального времени по камерам. Еще одна функция, особенно актуальная для девушек-водителей – онлайн-чат с механиком. Если у вас не заводится машина или есть какая-то неисправность, можно написать о ней в чат и приложить фото. Специалисты тут же помогут разобраться с проблемой. Итак, сегодня мы говорим о дачной амнистии. И в гостях мы у Цинченко Михаила Ивановича, директора краевого предприятия Красноярский технический центр. Михаил Иванович, добрый день. Добрый день. Итак, дачная амнистия. Ее продлевают уже сколько раз? По-моему, больше пяти это тут. Третье. Последнее продление, последнее было продление у нас до 1 марта 2019 года. Она закончилась, это продление. Но так как было понимание, что большинство граждан ей не воспользовались, и было принято решение продлить дачную амнистию, было выдвинуто в Государственной Думе решение. Вот оно прошло первое чтение, второе чтение. И вот уже 2 августа было подписано уже приказом президента о продлении. Продлить ее хотели до 2022 года, но все-таки же было принято решение до 2021 года, 1 марта. И это будет, скорее всего, последнее продление амнистии. То есть поэтому те, кто оттягивал в этом году, и следующим точно нужно поторопиться. В прошлом году построил баню. Слышал, что ее надо сносить. Так надо ли ее сносить или нет? Нет, ее можно узаконить, сделать также заявительный характер. Но, соответственно, будет выезд специалиста, кадастрового инженера. На основании его выезда он будет делать заключение. Если оно имеет статус капитального строительства, то, конечно, ее узаконить и привести документы все в порядок. Соответственно, даже уже когда вы будете продавать, дарить, то это будет указываться в документах, даже в продаже. Если вы продаете, например, дачный дом, оформленный на участке, и на нем находится еще, например, капитальный гараж, баня, и они не оформлены, это считается, ну, это никак не считается. Это просто вы даете в дар какое-то количество строения, которое никак не оформлено, потому что оно не имеет юридического статуса. Так как мы понимаем, что это вспомогательный объект, на него не требуется никаких, именно не распространяется амнистия, он оформляется в упрощенном порядке, в заявительном характере. Так что его можно оформить и поставить на участке. Ну, а есть ли таким простым языком дачная амнистия? Вообще, из-за чего она случилась? Какая-то история, для чего она нужна? Ну, история такова, что, например, в свое время, там, когда выделялись садоводческие общества, организовывались и садоводческие участки выдавались, соответственно, это имело такой характер как бы общества, да, и вот, грубо говоря, председатель там выделял, но никто не уточнял конкретные координаты, конкретный юридический статус каждого участка. Да, 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 грубо говоря, веревочками, да. Но так как приходит все в порядок, документы обороты и все остальное, надо иметь полное понимание, чем обладает собственник, каким участком он обладает и какой у него статус. Соответственно, на этих участках со временем люди что-то там строили, ставили дачные домики, они хотят иметь, чтобы это был юридический статус, это был актив. Грубо говоря, если у тебя нет документов, нет юридического статуса, значит, у тебя этого нет. То, что ты там делаешь, то, что ты там строишь, это является просто твоей личной собственностью и чем-нибудь либо. Там домик, банька, капитальная, например, там теплица, это все должно быть оформлено. Это все должно быть и узаконено. Для этого и сделана дачная амнистия, чтобы люди привели свои документы и свою собственность в порядок. Грубо говоря, если у тебя нет документов, у тебя этого нет. У нас участки довольно старые, мы решили продать свой участок и выяснилось, что у нас смещены границы. А сосед построил там капитальный забор и отказывается его сносить. Как нам решить эту проблему? Ну, вопрос, скорее всего, будет решаться в судебном порядке, потому что надо определить границы своего участка и на основании чего сосед сделал именно тот шаг, именно зашел на ваш участок. Это однозначно будет судебный порядок и, скорее всего, в судебном заседании будет назначена землеустроительная экспертиза, которая выяснит, кто и как зашел на чей участок. Но это, скорее всего, вот так будет происходить. Михаил Иванович, а в чем тогда риск для людей? Вот они живут уже для 20-30 на этом дачном участке, у них стоит эта баня, и они не собираются никуда это продавать. Какая все-таки самая главная причина узаконить ту же самую баню или садовый какой-то домик? Ну, во-первых, если у вас есть юридический статус, вы это можете продать, подарить, соответственно, если... Наследство передать? Да, конечно, да, конечно. Если происходят какие-то вопросы именно с расширением границ города, да, и дачные, например, эти участки попадают в границу города, значит, они уже меняются статус, значит, стоимость земли, она уже становится дороже, соответственно, человек получает, наоборот, плюсы. Если будут возникать с какими-нибудь городскими властями, муниципальными там, то если ты предоставишь четкие, понятные документы, с тобой будут четкие, понятные, юридические, как говорится, решения вопроса, да, если ты предоставляешь, что у тебя мало того, что есть четко понятный участок с хорошими границами, на котором стоит домик, какие-то вспомогательные объекты, это будет все оцениваться, и будет уже идти диалог, если, например, там город или край начнет строить, например, что-то именно там, дорогу, или там какой-то объект и что-то еще, вот как вот там было вот у нас, например, на Волочаевске, да, ту же Николаевку, да, люди в быстром порядке, скорее всего, обращались, сделали документы, оформляли свои дома, потому что диалог тогда идет. Да, конечно, надо обратиться в местный муниципалитет с заявлением, да, о реконструкции данного здания, но и, соответственно, надо же почитать и посмотреть, ну, соответственно, можно даже и прийти проконсультироваться, да, что в любом случае ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, есть ограничения, там не выше трех этажей, и уже начинать свою работу именно от того, соответственно, того проектного документа, на котором ты работаешь. Обращаться, утверждать, ну, и делать реконструкцию здания, если она в рамках градостроительного кодекса. Ну, это, соответственно, надо все изучить, ну, без проблем это можно увидеть, понять и согласовать. С самого начала, самый первый шаг, это все-таки определить границы своего участка. Конечно, конечно, конечно. Понять, что он не накладывается на участок соседей, там, дороги проходящие, чего-то еще либо. Потому что четкие координаты участка дают полностью юридический статус. Если они скоординированы и зарегистрированы в регистрационной палате Российской Федерации, естественно, они имеют полный юридический статус. Но вот сейчас разные слухи среди населения ходят о том, что если они не успевают в рамках дачной амнистии что-то узаконить, то потом чуть ли не будут приходить и сносить теплицы и дачные насаждения. То есть чем люди рискуют, если они все-таки... Это не исключено, естественно. Потому что не для этого и продлевается дачная амнистия, не для этого и делается определенный градостроительский регламент, чтобы все приводилось в порядок. Есть такое мнение, что люди думают, что это делается для того, чтобы платить больше налоги государству. Естественно, как бы это надо понимание, все должно быть в законных рамках. Если человек, поверьте мне, я не уверен, что наше государство будет собирать там какие-то большие налоговые суммы с данных объектов, но если, например, на протяжении 7-8-10 лет ты полностью скоординировал свой объект недвижимости, тот, который у тебя есть, у тебя есть пакет документов, юридический, ты платишь ежегодные налоги, естественно, если что-то будет происходить с данной территорией, с данным земельным участком, кто-то будет на него претендовать какие-то большие корпорации, там, я не знаю, компании, там, газопровод, энергетики начнут что-то, потому что все в динамике, все меняется, соответственно, с тобой будет идти полностью правильный юридический диалог. Ты будешь как собственник, и, соответственно, государство или компания, которая будет претендовать строительная какая-то компания, или еще что-то, они будут с тобой вести полностью юридически правильный диалог. Слышала, что сейчас можно прописаться на дачном участке. Зависит ли это от того, какой дом у меня там, летний или капитальный? Ну, все зависит, какого статуса именно участок находится. Он находится или садовый, или жилой, или огородного. Например, садовым мы можем построить летний домик, и пользоваться, и зарегистрировать его. На огородном уже нет, использование уже земельного участка другое. Или жилое. Соответственно, есть критерии, там, капитальный фундамент, круглодичное отопление. Уже на основании этих двух каких-то критериев уже можно делать и оформлять его, как жилой дом, и получить прописку. Михаил Иванович, чем Ваше предприятие может помочь красноярцам? Наше предприятие может помочь в оформлении садоводческих участков, разрешении границ данных участков, оформлении тех планов, тех паспортов, предоставлении справок, в том числе о наличии электрооборудования и электроплиты в доме или в квартире, в жилом помещении. Мы, как краевое предприятие, предоставляем льготные услуги именно малообеспеченным слоям населения. У нас существует программа скидок из 2015 года до 30% предоставления льготных удостоверений. Это пенсионеры, работники труда. В данный момент 4 отделения в городе существует. Есть основной адрес, это Андрея Дубенского, 6. Можете обращаться. Спасибо большое, Михаил Иванович. Сегодня мы были в гостях у Цинченко Михаила Ивановича, директора краевого предприятия Красноярский технический центр. И не забывайте, что дачная амнистия действует до марта 2021 года. Андрей Бабуридзе следит за всеми техническими новинками. И если вдруг в редакции кому-то понадобился холодильник или пылесос, все идут за консультацией к Андрею. Сегодня наш редакционный эксперт расскажет о инновационной стиральной машине. Стоит она 300 тысяч рублей. Уже просто любопытно, что же она может за эти деньги. Итак, первое, с чем стоит определиться при покупке стиральной машины, какой тип загрузки вам нужен? Горизонтальный или вертикальный? Это, например, вертикальный тип. И, как говорят продавцы-консультанты, почему-то в России он пользуется меньшей популярностью. Но зато производят их в основном за границей. Это горизонтальная модель. И здесь, опять же, обращайте внимание на мощность ее. В основном машины с горизонтальной загрузкой собирают в России. Цена зависит от мощности, насколько килограммов рассчитан барабан и тип двигателя. Инверторный будет на 10% дороже обычного. На стоимость будут влиять и дополнительные режимы для стирки подушек, покрывал режим стирки спортивной обуви, стирки с паром и так далее. Что касается функционала, программ различных и эргономики, то, как правило, производители говорят, что у них революционные идеи, разработки. Но, как правило, это всего лишь маркетинговые ходы, за которые вам нужно будет переплачивать. Но, на мой взгляд, вот эта вот штука классная. То есть, смотрите, если, например, вы поставили стирать, крутится-крутится-крутится, и вы вдруг вспоминаете, что еще забыли положить, например, носки туда постирать. Вы открываете вот эту штуку, не нужно сливать воду, просто кладете сюда, закрываете и дальше. А вот такими вещами, как электронное управление, уже не удивить. Поэтому разница в цене в сравнении с ручным минимальная. Это действительно стиральная машинка будущего. Состоит она из двух частей. Первый – это основной барабан. И вот здесь вот еще дополнительный, наверное, для маленьких вещей. Опа, открываете. Видите, он небольшой такой. Закрываем. Все управление полностью сенсорное. Тут даже есть Wi-Fi, то есть по телефону можно включать, где бы вы ни находились, например, на работе. Вы такие, о, нужно постирать или поставить, посушить. Да, кстати, здесь еще и сушка есть. Ну, а теперь внимание. Давайте угадаем, сколько же стоит это чудо техники. И правильный ответ – около 300 тысяч рублей. Готовы заплатить? Если нет, тогда выбирайте средний диапазон цен машин от 20 до 35 тысяч рублей. А далее деловой справочник. Сегодня он посвящен теме алиментов. Мы задали самые популярные вопросы от телезрителей в Федеральной службе судебных приставов. Как рассчитывается размер алиментов? Размер алиментов устанавливает суд, опираясь на семейный кодекс. Все зависит от количества детей. Если ребенок один, это 1 четвертая дохода родителя-должника. Двое детей – 1 третья. Трое и больше взимается 50% от заработка. Если же доход непостоянный, суд определяет конкретную денежную сумму, чтобы сохранить ребенку прежний уровень обеспечения. За какой период и как могут проходить выплаты по алиментам? Выплаты на ребенка можно получать несколькими способами. Сначала сумма, которую удерживают у должника, поступает на счет судебных приставов. Далее деньги переводятся взыскателю. Второй вариант – родитель-должник в праве самостоятельно перечислять деньги сразу на счет получателя. А взыскать задолженность по алиментам, даже если исполнительный документ судебным приставам не предъявлялся ранее, можно за последние три года. Если у алиментщика нет официального дохода, как происходит взыскание? Если официального дохода у должника нет, судебные приставы вправе наложить арест на имущество алиментщика. Привлечь его к административной и даже уголовной ответственности за неуплату. Также родители должника могут ограничить в праве управления транспортным средством. А если сумма долга больше, чем 10 тысяч рублей, накладывается запрет на выезд за границу. Как доказать, что алименты не выплачиваются? Нужно обращаться к вашему судебному приставу. Если должник уклоняется от уплаты, ему выносится постановление об определении задолженности по алиментам. Сумму рассчитывают из всех видов дохода родителя-должника, за исключением тех, что прописаны в федеральном законе об исполнительном производстве. Если же у алиментщика нет дохода, сумма рассчитывается, исходя из размера средней зарплаты по России. А могут ли родители взыскивать алименты со своих взрослых детей? Согласно Семейному кодексу РФ, нетрудоспособные родители, которые нуждаются в помощи по закону, имеют право через суд взыскать алименты со своих совершеннолетних трудоспособных детей. Ну а на очереди самая женская рубрика «Дел косметичка». Полина Кольт и визажисты компании «Прима» Елизавета Челнокова сегодня рассказывают, что модно носить на лице этой осенью. Французские губы, как будто ты вчера целовалась. Он очень коварный, это правда. В моду входит, 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 входит. Все, теперь поехали. У вас будет прям линия где-нибудь. Раскрасила все руки просто на все деньги. Я трендово накрашена? Ну да, ты трендово накрашена. Розовый макияж, полностью розовый макияж. Можно его сделать буквально одной розовой помадой. Накрасить и розовые губы, розовые щечки и сделать розовые тени. Ну на самом деле, кстати, розовый, такой ковардный в этом плане цвет, что если ты очень светленькая, то надо все равно здесь чуть-чуть-чуть подвести, чтобы тебя чуть разграничить, иначе будет выглядеть, как будто ты болеешь гриппом. Натуральный макияж в моде, поэтому скульптинг, все эти тигрули полосатые, щечки, все это мы стараемся забыть. Никаких тигруль. Никаких тигруль, да. Можно заменить все скульпторы, все хайлайтеры лишь розовыми румянами, которые немножечко мерцают. Всем девушкам задание на эту осень обратить внимание на брови, делать их не такими четкими, даже если вы их рисуете карандашом или специальными тенями для бровей, то хорошо пройтись сверху щеточкой, растушевать их, и сверху можно закрепить их просто гелем для бровей, что усилит саму текстуру волоска. Что касается помад, в 90-е у нас все продолжается, продолжается, в ходе 2019-й. И такие перламутровые помады, красный, бордовый, актуальный, и коричневые оттенки также. Давно уже, в принципе, есть такой тренд, да, зацелованные губки без контура. И это все дела на сегодня. Приятных вам трат! Ваша Анастасия Петрусева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok